Доброе всем утро! Сегодня у нас 22 ноября 2022 года, Харьков. Я продолжала свой видеодневник. И что касаемо обстановки, у нас есть свет, чему я очень рада. У нас есть отопление. Оно не очень греет, но оно есть. Приходится одевать теплые свитера, носочки. Но все равно это все отлично. Я считаю, что все просто замечательно. У нас есть вода. У нас даже есть еда. У нас все хорошо. Нора делает уроки. У нее сейчас онлайн занятия. Эмиран проснулся, позавтракал. И сейчас, пока смотрит мультик, я снимаю для вас видео. Да, мультики это ужасно. Лучше их не смотреть. Я заранее знаю, уже предвижу, что напишут люди. Кстати, по поводу Амирана. Спрашивал кто-то вчера в комментариях, Амиран понимает, что идет война. Или он не понимает происходящего. Я вам сейчас добавлю видео, как мы вчера читали сказку. Был мальчик. Филипп, звали его Филипп. Пошли как раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему, куда ты, Филипп, собрался. Мальчик, Филипп, очень хотел в школу. Все детки пошли, а он не пошел. А ты, Амиранчик, хочешь в школу? Хочешь в школу? Нет. Почему нет? Там стреляют? Стреляют в школе? Война идет. И Нора по тому в школу не ходит. А когда война закончится, пойдешь в школу? Да. Обязательно, скажи, пойду, да? А сейчас ты не хочешь в школу? Нет. Ну, и как вы могли видеть из видео, все он понимает. Он понимает, что идет война. Хотя никто не учил, мы не сидим там дома, не говорим. Война, война, война. Ой-ой-ой, нас помпят. Мы дома занимаемся своими делами. И такого прямо обсуждения политики, чего-то происходящего. Мы этим не занимаемся дома. И поэтому меня, честно говоря, удивляет. На момент войны застала Амирана. Она началась, когда Амирану было два года и один месяц. Вот ему сейчас еще нету трех. И представьте, он же все понимает. Вы видите, вот когда вчера речь зашла о школе, он сразу начал, я говорю, ты хочешь в школу? Нет, нет, нет. Потому что там стреляют. Как вы видите, он это объяснил. Ну, наверное, как-то сказались вот эти вот обстрелы, которые были. И он никогда не истерил, он ни разу не заплакал. Представьте, ребенок ни разу не заплакал при... Когда были бомбежки, когда были обстрелы, когда у нас высыпались окна 2 марта. Он вообще не заплакал. Просто так, ну, удивился вместе с нами, конечно же, когда мы слетели, вообще не заплакал. Просто мы уже перебежали в прихожую. Ну, и он, естественно, так удивленно на все это смотрел и наблюдал, и реагировал. Ну, вот так вот дети войны на все реагируют. Кстати, по поводу детей войны. Еще хочу сказать. Мне вчера написала женщина такой комментарий. Мне он, честно говоря, так вызвал шквал эмоций. И он меня и удивил, и растрогал, и опечалил даже. В общем, я даже не могу выразить свои эмоции. Она написала, что вот насчет хвороста. Я это, конечно, написала... Ну, вчера у меня так... Это была шутка по поводу сбора хвороста пока что в лесу. Когда я сказала, что мне с вязанкой выйти, чтобы всех успокоить. И она написала, что она до сих пор помнит, как они собирали хвороста в блокадном Ленинграде. И как холодными зимними вечерами он потрескивал в печке. И она даже до сих пор помнит его запах. Ну, естественно, это спасало им жизнь. И вот даже когда где-то сейчас дрова горят, она сразу же вспоминает свое, я так понимаю, детство. Ну, это все, конечно, печально. Вот так вот, если подумать над этим всем, когда... Я вообще, я не представляю людей, которые застали Великую Отечественную войну и сейчас тоже застали эту войну. Это даже словами не описать, честно говоря. Ну, ладно, не будем мы о грустном. Все хорошо, все прекрасно. Все равно из истории войн мы знаем, что они рано или поздно заканчиваются. Лучше, конечно же, рано. Чем раньше, тем лучше. Помню свой сон, если помните. Я рассказывала, что я проснулась со слезами и рассказывала вам, что война закончилась. Очень многие у меня спрашивали, какое было время года. Я не знаю, какое было время года, потому что я сидела дома, вот так вот и записывала видео. Но я была не в футболке. Вот кто его знает? То есть это могла быть осень, могла быть зима и могла быть весна. Потому что даже зимой я же просто могла там в свитере сидеть и рассказывать. В общем, не знаю. Какие планы на сегодня? На сегодня у нас планы пойти. А, еще хочу снять, может быть, что-то интересное. Я очень надеюсь, что у меня хватит сил и вдохновения. На каждое видео вообще нужно вдохновение, силы, настроение. Не, настроение есть. Я, в принципе, встаю и каждый день уже радуюсь тому, что мы проснулись. Открываю шторы. Ужасно жить с заколоченными окнами. Поэтому я стараюсь все открыть, чтобы было свет, солнышко. И тогда солнышка нет. У нас пасмурная погода. Но это не повод грустить. Все равно есть настроение. И все прекрасно, все отлично. А будет еще лучше. Будет скоро Новый год. И нужно подумать. Несмотря ни на что. А помните, кстати, я вам рассказывала по поводу Нового года, что у нас еще будет ни одна передача снята на эту тему. Потому что я очень люблю Новый год. И очень надеюсь, что вы тоже его любите. И вот кто говорит, что сейчас не время праздновать, я с вами не согласна. Новый год отмечали. И в блокадном Ленинграде отмечали Новый год. Люди ставили веточки, елки. Ставили маленькие елочки. Наряжали. И старались. Вот подарком для деток было самое элементарное. И кусочек хлебушка. И просто конфетка. Я просто очень много читаю на эту тему. И смотрю разных видео. И даже когда люди воспоминания свои рассказывают, что только не дарили. И кто-то теплый шарф найдет. И естественно в таких условиях это было подарком. И вязанка дров была подарком. И книга интересная была подарком. И все равно люди пытались отвлечься от войны. И порадовать себя хотя бы Новым годом. И они загадывали конечно же желание о мире. Так будет и у нас. И обязательно будет письмо, как я вчера рассказывала. Я подумаю над этим письмом, над его созданием. И скорее всего покажу вам его, как это все будет. Отправить я его хочу по обычной почте. Я верю в то, что все равно оно доберется до адресата. Ну, потому что есть еще параллельные реальности. Так и будет. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения.